приветствуем всех наших дорогих друзей наших уважаемых зрителей мы начинаем наш влог вот с такой вот рождественской красоты сегодня я бы хотела с вами немного поговорить и а может быть даже как-то и поставить над всем этим точку и больше не возвращаться к этому иногда мне мои сестры и мои близкие друзья они меня просят чтобы я просто перестала оправдываться и или как бы защищать себя вот и я согласна с ними и я стремлюсь к этому и стараюсь но бывает что не всегда получается потому что иногда мы как люди и мы свойственно сразу возмутиться сразу принять какой-то негатив и мы не умеем его как-то резко отобразить поэтому буквально вот пару дней назад как-то 22 дня подряд а мне звонили и как бы предъявляли мне или как бы высказывали какие-то типа или претензии или больше непонимания людей причем как бы им кто-то со стороны говорил как бы за меня и они уже как бы взяли на себя такую миссию мне об этом сказать вот и сказать что как бы откуда же у меня столько времени заниматься вот этим всем откуда у меня столько времени вести влог монтировать снимать и тому подобное вот и если согласие моего мужа на это дело то что я делаю и вообще зачем и для чего я это делаю то я хочу как бы немножко возможно дай бог чтобы это было в последний раз оправдаться или как бы защитить себя и сказать что во-первых согласие моего мужа оно было и оно есть и даже я вам больше скажу что это его инициатива была больше у меня каждый год подбивал и говорил давай вести влог давай вести влог у меня много лет уговаривал и не мог меня никак уговорить и вот только вот начале этого года в январе я наконец-таки решила что наверное пришло время что когда я уже могу воспринимать какой-то негатив более их лояльно хотя не всегда получается но я стараюсь я учусь этому и и я согласилась вот поэтому поэтому это его больше желания и у нас на это обоюдное согласие никто никого не за не заставляет никто никого не принуждает мы снимаем вместе он меня поддерживает я его поддерживаю в этом это по поводу вот согласие обоюдного а также согласие детей кто не хочет он не снимается они попадают в кадр поэтому здесь дело каждого мы не принуждаем и также если кто-то из наших родных не хочет попадать в наши видео мы тоже избегаем мы уважаем выбор каждого и поэтому здесь нет такого принуждения какого-то там или специальная это все дело аккуратно и надо я если я это засниму я всегда спрашиваю разрешение можно ли выставить и вот по поводу времени ну дорогие друзья давайте согласимся с тем что все люди они абсолютно разные и когда мы это осознаем и поймем что по себе людей не судят тогда нам станет чуточку легче если вы не успеваете да если у вас не получается что-то то не надо судить других и думать что он такой же как и вы ведь есть люди разные есть люди расторопные есть люди медлительные есть люди ленивые есть разные люди кто-то делать все так степенно потихоньку не торопясь как бы так в развалочку да есть люди которые просто метеоры они не могут чтобы их время просто там стояла где-то там целый день там стоять за кухне за посудой или там целый день стирать это невозможно этим люди эти люди не могут допустить чтобы вы так прожить свою жизнь вот поэтому я возможно отношусь к категории этих людей которых можно назвать метеор и это заслуга не моя в этом еще расскажу что это не я но бог меня создал таким человеком и я скажу что гены от моих прародителей от моей прабабушки от моей бабушки от моей мамы моя мама 15 детей родила бабушка родила 11 детей там многодетные мамы и они были очень шустры они много в своей жизни делали успевали и много добивались успеха и поэтому чуточку от них досталось вот это вот и мне вот я успеваю все делать вы не поверите да я успеваю а и лепешки на печи и булочки изготовить с детьми и детьми по себе позаниматься и обнять их и поцеловать и отвезти их на спевки и привести и самой поехать на спевку и мужу время уделить и себе время уделить и также видео если бы если вы хотите знать откуда у меня столько времени как это все дело я просто вам объясню чтобы вы просто знали и просто не переживали за это смотрите надо очень часто я отвожу детей на спевку да по понедельникам и у меня есть два часа я не возвращаюсь домой потому что нет смысла потому что я буду в дороге терять добрых полчаса если бы возвращаться домой то зачастую я остаюсь на парковке и в машине я тишина никого нет я монтирую там видео делал какие-то озвучки вот или я когда иду на спевку на свою да у нас там тоже есть два часа да ну у нас четыре партии кто знает как распределяется хор четыре партии и вот и пока вот наш реген занимается там сопрано или стенорами или с басами я сижу в альтах вот у меня есть ну минуточки две-три просто сделать какую-то или обложку на видео или просто вот их склеить понимаете мой свет выключился сейчас я включу и у меня есть время склеить видео да вот как бы собрать в кучу да вот видео определить что это будет затем затем эти да вот где-то обрезать если это какая-то съемка такая чтобы нужно ускорить я ускоряю в общем я занимаюсь этим я очень благодарю нашего регента виктора просто за за его понимание за адекватность что мы можем этим заниматься да мы даже можем поговорить с рядом сидящим человеком или даже мы можем назад обернуться и тихонечко разговаривать если наши голоса не превышают то он он все видит он все замечает но он просто лояльный он человек открытый доброй души вот мы он нам позволяет поговорить если уж мы когда слишком громко разговариваем то нас он уже немного оседает вот поэтому зачастую на спевках я занимаюсь тоже этим делом вот и много-много есть разного времени когда я могу посвятить для этого дела вот надо когда дети ложатся спать а я делаю озвучки вечером когда тишина все спят все хорошо все спокойно вот это мое время я не забираю ваше время я забираю его от себя может быть час-два я забираю от своего сна понимаете это это мое время я не забираю ваше время дорогие друзья просто не переживайте за это не переживайте вот и что-то еще хотел сказать а мы же ездили в поездку с мужем у меня было очень много времени смонтировать все эти видео особенно которые были с поездки у меня готовы видео стоят уже несколько видео просто готовы уже даже загруженные тюб надо просто нажать кнопочку и просто их выпустить понимаете а люди говорят как бы так часто твои видеоролики выходят успеваешь она все готовое стоит надо просто открыть и сделать готовую публикацию вот что еще хотелось сказать что то еще было а по поводу моей интонации о том что я слишком быстро говорю и кому-то некомфортно ну да это моя проблема я очень часто так как я человек уже шустрый тороплюсь то бывает что и в разговоре я тоже очень быстро говорю но иногда я стараюсь себя контролировать стараюсь спокойно говорить интонация многим не нравится поговорю насчет интонации сейчас я сижу с микрофоном я знаю что будет меня очень хорошо и громко слышно но когда мы ездим с мужем в рейсе до в траке даже если есть микрофон вы понимаете что в траке кто имеет рак то хоть раз ездил это просто шум мы с мужем спокойно не разговариваем есть я буду вот так вот говорит говорить мужем как сейчас он меня просто не услышит поэтому ты автоматически повышаешь свой тон и как бы говоришь громче знаете и со стороны это кажется как будто как властный там голос как бы там что-то я там эмоционально говорю там решил что-то она так звучит и тот вопрос который возможно я думаю что это был когда мы ехали возвращались домой и поднялась такая тема что ну обсудили комментарий который пришел да за то что некоторые люди не понимают ну как мама может отдыхать 14 детей ну как бы она меня и задела как бы и не задела но ну вот таким людям и захотели быстро оправдаться вот возможно человек вообще и не это имел ввиду просто бывает что так вот знаете так вот бывает неправильно поставишь запятую или там какой-то знак припинания и получается смысл уже другой понимаете возможно человек не хотел меня не обидеть они не что-то сказать но что вышло то вышло вот и а с другой стороны знаете уже как-то поднадоело что тебе постоянно унижают тебя постоянно упрекают постоянно тебя принижают принижают принижаю знаете я хочу сказать что не хочется уже этого унижения поэтому я хочу сказать что я уже вот кто-то написал кто написал в комментарии что мой у моего мужа высокая самооценка и он не зависит от мнения других вы знаете это сто процентов так он счастливый человек он счастливый человек он по жизни всегда был такой его ничто не волнует Сколько про него говорят ни хорошего, ни доброго, ни правды, но он как-то выходит с этого. Он может это нести. Он может это не принять близко к сердцу. Я человек очень близко принимаю к сердцу. Я очень восприимчивый. Я могу, если мне кто-то что-то скажет, я могу по три дня просто мучиться. Меня это просто мучает. Это было раньше. Но сейчас я стала работать над этим. И я стала просто знать себе цену. Я стала себе знать цену. И просто вот этим всем негативом я стала как бы закрывать свое сердце. И вот этот весь негатив, вот это все злое, недоброе просто не принимать. Знаете, оно мне стало получаться. У меня стало получаться. Меня вот сейчас, мне не задевают вот эти вот негативные речи. Возможно, где-то я задеваю, все равно. Но не так, как это было раньше, вы знаете. И конечно, вот если бы мы снимали бы ролики, сразу как мы приехали в Америку, это было бы, конечно, интересно. Вот видеть, как мы начинали из ничего. Вот буквально из ничего мы начинали свою жизнь. И как постепенно-постепенно мы росли. Знаете, росли духовно, росли телесно, росли финансово. Взрослели мы, наши дети. Это было бы, конечно, интересно. Ведь не всегда было так, как сейчас. Люди видят красивую картинку. Ведь не всегда так было. Всё начиналось из ничтожного. И, конечно, было бы интересно людям видеть со стороны, как возможно было в семье, когда ты только родишь, через 4-3 месяца ты снова беременна, и так вот каждый год. И я вам скажу, что при всем при том, я также ходила на спевки. Я 13 лет посещаю спевки, в хор хожу. 13 лет мы как приехали в Америку. Я с тех пор хожу в хор. То же самое я пекла, готовила, я даже больше пекла, готовила. Я чаще делала манты, я делала всякие тортики, всякие там вот эти печенюшки. Это сейчас я так не заморачиваюсь, как я заморачивалась раньше. И я много-много всяких дел делала. Сейчас уже по возрасту уже нет тех сил, которые были раньше. Поэтому, дорогие друзья, что я хочу сказать? Просто не судите и не будете судимы. Возьмите что-то доброе. Вот смотрите, ролик идет 30 минут. Вы какую-то маленькую частичку негатива заметили во мне? Интонация, голос, что-то там я не так сказала, не так я там оступилась, может быть, какую-то ошибку, не так ударение поставила. Вы это сразу замечаете, и вы сразу начинаете этот свой пыл как бы выдавать. И вы сразу начинаете как бы негативно на это реагировать и как бы еще высказывать. И все, все остальное вы просто так вот перечеркиваете. Вы не видите все остальное, сколько пользы какой-то. Я благодарю людей, которые действительно пишут такие добрые комментарии, которые благословляют, которые благодарят, и которые говорят, что благодаря вам мы там что-то узнали, мы там что-то увидели, что-то было полезно, мы что-то взяли для себя. Поэтому, дорогие друзья, берите из ничтожного драгоценное и просто старайтесь не судить. Вы знаете, сейчас я очень сильно над собой работаю, работаю и молюсь Богу, чтобы Господь помог мне хранить свои уста, свое сердце от лукавых и злых речей. Вы знаете, мы же как люди, особенно славяне, нас сразу это негативное, и нам сразу это надо высказать, вылепить. И я тоже таким была человеком, но сейчас я работаю над этим, чтобы мне хранить себя, свое сердце, и чтобы, если ты не можешь сказать что-то доброе человеку, то лучше промолчать. Если ты не можешь написать что-то хорошее, доброе, лучше ничего не пиши, лучше промолчи и оставь свое мнение при себе. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать, не судите и не будете судимы. Почему он так отделался, почему он так сказал, почему он так сделал. Вы знаете, я просто поделюсь с вами еще одним моментом из своей жизни, как Бог меня учил, чтобы я не судила. Мы когда приехали в Америку, то для нас это все было новое, все по-другому. Знаете, большие церкви, много людей. И вот я увидела девушку в церкви, которая была с короткой стрижкой. Ну, прям так она коротко была пострижена. И я в сердце своем осудила и сказала, как бы надо же уже так постригаться, как бы в церковь верующую. Просто осудила. Я благодарю Бога, что я это больше никому не сказала, что это я в своем сердце осудила. Знаете, когда я после узнала, что эта девушка прошла сильнейшие испытания, когда этот человек прошел химотерапию и потерял все свои волосы, и сейчас это отросли ее новые волосы, знаете, как мне было стыдно. Вам просто не передать. Как мне было стыдно. Но я на этой своей ошибке я научилась не судить людей, прежде чем мы не узнаем. Поэтому, дорогие друзья, я вас тоже призываю, не судите строго. Не судите. Вот. Это наш выбор. Это наше желание. Мы захотели вести влог. Больше я... Это мое хобби. Мне это нравится. Мне это получается. И я хочу этим заниматься даже для того, чтобы это осталось в памяти для моих детей. И потом у меня есть мои родные. Не все мои родные, конечно, меня поддерживают. Это я могу признать и сказать вам искренне. Но есть те родные, которые вот действительно, они... Ну, это взрослые, да? Больше скажу, что те, кто уже более взрослые люди, они это понимают, они адекватно это принимают. И они очень довольны, они очень рады, что они могут хотя бы вот так вот, да, недалеко от нас живут, хотя бы вот так вот нас видеть, где-то там увидеть своих братьев, да, вот своего брата или там, или вот свою сестру. И вот они реагируют нормально, они благословляют, они очень довольны. Ну, а есть такие, которые молодые, знаете, как вот, как говорят, петушки молодые, такие, которые вот кукарекуют, как бы, знаете, хотят там повоспитать меня. Оно всегда так было. Вот есть люди, которые тебя реально поддерживают, а вот есть люди, которые вот тебя не воспринимают. Вот они просто не воспринимают это. Они не понимают и не воспринимают. Но, вы знаете, я не обижаюсь, я ничего от них не жду. У меня есть поддержка. Для меня мой муж – это самая большая поддержка. Вот он моя опора, он моя поддержка, он меня поддерживает. И также я благодарю моих братьев-сестер, которые меня также поддерживают и благословляют в этом деле. И даже есть некоторые те, которые меня подталкивали к этому и говорили, что на той месте мы бы давно бы уже снимали бы видео, потому что у тебя большая семья, у тебя очень много контента, и людям было бы очень интересно. Вот поэтому, слава Богу, в моем окружении есть люди, которые меня поддерживают. Это друзья и родные. Вот поэтому я очень благодарна этим людям. И знаете, в Библии написано в Бытие 12 главе, Бог говорит, что «Благословлю благословляющих вас». И, друзья, давайте помнить о том, что когда мы благословляем кого-то, то эти благословения, они возвращаются к нам, и порой даже вдвойне. Если мы кого-то проклинаем, то эти проклятия, они возвращаются тем людям, которые проклинают. Не судите, потому что когда мы судим, нас осудят таким же судом. И меры, которые мы отмеряем, нам отмерят такой же мерой. Поэтому будем учиться, будем стремиться. Это также касается меня, моей семьи. Я тоже сейчас многому учусь, я тоже осознаю, что во многом где-то была неправа. И я сейчас хочу стремиться вперед, простираться ввысь и просто идти по жизни с добрым сердцем, с позитивом, с благословением, с благодарностью к окружающим людям. Нести вот это хотя бы такое маленькое доброе семя. И за все, за все благодарить Бога. Потому что все во всем в нашей жизни стоит Бог. Поэтому, дорогие друзья, я вас всех благословляю, всех, кто нас благословляет и нас поддерживает. Мы вас тоже сердечно благодарим и сердечно благословляем. И я надеюсь, дай Бог, чтобы нам больше не возвращаться к вот этим оправданиям, к самозащите. Я хочу постараться. Я хочу просто... Мы просто показываем свою жизнь. И, конечно же, мы не все показываем. Мы абсолютно не все показываем и не все рассказываем. Это для того, что среди нас есть очень много немощных, очень много слабых людей, которые не смогут все вместить, не смогут все понять. Я понимаю, что есть вокруг очень много зависти, очень много недоброжелателей. Поэтому мы не можем, мы не можем ради таковых все показывать. Вот даже за того, что когда я уже получила как бы такое сообщение, что люди удивляются, откуда же у меня столько времени, я... Мне даже не было желания ничего записывать. Хотя это для меня ничего не трудно. Я просто беру камеру, я сняла или поставила подставку, и все это снимается. Знаете, это не трудно. Но ради таковых немощных я просто вот... Я не захотела ничего снимать. Мне не хочется ничего снимать до Нового года, а там даст Бог, посмотрим, как впадет дело. У меня еще есть много роликов готовых, которые остались с нашего отдыха, поэтому даст Бог, может быть, эти ролики выйдут. Или вот этот ролик, который я сейчас засняла, после там немного мы украшали на Рождество. Вот. То есть у меня появится желание, то я выставлю его до Рождества. Если у меня не будет вдохновения и желания, то я его выставлю уже после Рождества. Ну вот, наверное, много наговорила. Поэтому, дорогие друзья, желаю вам всего доброго, всего самого лучшего. Любите себя, уважайте себя, а самое главное, научитесь ценить себя. Это я говорю многодетным мамочкам, потому что зачастую мои многодетные нас как-то вот приунижают, как-то вот унижают, как-то вот не хотят считаться с нами, думая, что мы там какие-то там, не знаю, глупые, рожаем каждый год, ничего не понимаем. Нет, дорогие друзья, это далеко не так. В моем окружении есть очень много многодетных мам, и вы просто не представляете, насколько они талантливы, сколько они могут делать то, что они делают те люди, которые имеют одного-два ребенка. Я вам серьезно говорю, просто не все хотят это показывать и рассказывать, а я бы вам показала бы таких мам, героев, которые занимаются такими делами, что вам даже и не снилось. Поэтому, дорогие друзья, останемся на хорошей, мирной нотке. Всего вам доброго. Ну, если кому-то не понравилось мое вот это вот выступление, может быть, кого-то где-то опять нечаянно задело или обидело, заранее прошу вас у всех прощения. Дорогие наши друзья, наши подписчики и наши уважаемые зрители, в эти праздничные наступающие дни мы вас сердечно поздравляем с великим христианским праздником рождения Иисуса Христа. Пусть в каждом сердце родится Иисус. Мы желаем каждому человеку ощутить ту радость, которую мы имеем. Посредством рождения Иисуса Христа Бог людям дал жизнь вечную. Бог послал своего единородного Сына для спасения человечества, чтобы каждый человек, который поверит в Бога, имел мир и спасение, и вечную жизнь. Также мы желаем всем Божьих благословений в грядущем Новом Году. Пусть этот год принесет вам только радость, только счастье. Пусть Господь исполнит все ваши желания и все ваши мечты, которые вы имели. И также я благословляю вас всех, всеми благами земли и неба. Да сохранит вас Господь на всех ваших путях и дорогах, где бы вы ни были. Пусть в вашем доме и в вашей стране и на вашей земле будет мир. Всем обильных, Божьих благословений. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok